Слава Богу! Вот. Но давай мы вспомним Слово Господа Бога, нашего слова, апостолов Его, которые говорили, чтобы мы, как написано, пятая глава Евангелия от Иоанна, 39 стихом, «Исследуйте Писания, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Братья и сёстры, это священное Писание, оно свидетельствует о мне. 34 глава Исаии пророка, кажется, 16-17 стих, там написано «Полустищие». «Отыщите в книге Господней и прочитайте». «Исследуйте», – Христос говорит, – «Исайя говорит, – «Отыщите». Это нужно потрудиться и отыскать то, что говорит Слово Божие. Но апостол Павел только что было прочитано, если мы только внимательны. Но я боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не были повреждённы каким-то заблуждением, каким-то грехом, чем-то таким непонятным, дорогие друзья, это для нас очень должно быть дорого. В предыдущей проповеди моей, которую я говорил, я говорил о том, о печати Божьей. Сегодня я буду говорить дальше. О печати Божьей, если мы запомнили, если мы запомнили, вот, я буду говорить только то, конец, вот. Печать Божья состоит в трёх частях – суббота, заповеди и Дух Святой. Вот это и есть печать Господа Бога. Я не буду сегодняшний день повторять, и это очень длинно, и этот... Я только напоминаю то, что было сказано, если мы, конечно, запомнили. Теперь я начну говорить о печати зверя. Печать зверя – их не одна, их три. И каждый ставит свою печать – зверь. Исайя, 27 глава, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжёлым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего» – это дьявол. «Левиафана, змея изгибающегося – это лжепророк, и убьёт чудовище морское» – это то, 13 глава Откровения, что было открыто Иоанну. 13 глава «И увидел я, выходящего из моря, из среди моря». Это есть среди этой земли, среди этого мира, отсюда выходил зверь из моря. Пророку Даниилу было открыто на много лет раньше, какие государства будут царствовать до того, как стали царствовать. Даниила, 7 глава. Начиная от Даниила, первый – это идёт Навуходоносор. Даниилу это было открыто. Науходоносор – двухкрылый лев. Второй Дарий, Дарий – медьянин, это медведь. И Александр Македонский – это барс. И римское царство – зверь страшный и ужасный. В 8 главе Даниила Дарий является овном в видении Даниила, а Александр Македонский – козлом с одним большим рогом. Даниила, 8 глава. «Когда козёл чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре обращенные на четыре вице земных». От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку, к крепкой стране. «И вознёсся до воинства небесного, и не зренул на землю часть его воинства, и звёзд и попрал их. И даже вознёсся на вождя воинства сего, и отнято было у него жедневная жертва, и пороганом было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие. И он, повергая истину на земле, действовал и успевал». Я очень мало буду комментировать, но воинство Божие это вместе с ежедневною жертвою было порогано за нечестие, где они неправильно поступали перед Творцом нашим. «После того, как Александр, сын Филиппа Македонянин, который вышел из земли Китим, поразил Дария, царя, который вышел персидскую и медийскую, и воцарился вместо него прежде над Еладою». Это Маковейская первая голова. «Он произвел много войн и овладел многими укреплениями, и пришел до пределов земли и взял добычу, и умолкла земля пред ним, и он вознесся, и вознеслось сердце его. Он собрал сильное войско и господствовал над областями и народами, и они сделали с его данниками. После того он слег в постель и почувствовал, что умирает. Призвал знатных и слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей. Александр царствовал 12 лет и умер. И владычествовали после него слуги, и по смерти его все они возложили венцы на голову свои. Но что вот самое главное начинается? «И вышел от них корень греха». Корень греха Антиоф Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме, и воцарился в 137 году царства Елинского. И вышел отсюда корень греха. Вот отсюда начался корень, который возрастал, возрастал до Иисуса Христа, и этот корень действует и сегодня. В 15-й день Хослева 145 года устроили на жертвенники мерзость с запустения. Маковейская первая глава, да. «И в городах иудейских вокруг построили жертвенники, и перед дверями домов и на улицах совершали курение». Вот как народ отступил от Бога. Книги закона, вот этот царь приказал, у кого находили книгу завета, и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. Книги разрывали и сжигали огнём. Тот самый корень греха, который разросся и царствовал до дней Иисуса Христа, он продолжает царство сегодня. Это папство – страшный и ужасный зверь, зверь, который через Пилата судил Иисуса Христа, Господа нашего. Мы это знаем, как был Христос преданный. После смерти Иисуса проповедь продолжили у Его ученики по всей земле. После Его учеников началось большое гонение на последователь Иисуса, преследуемый римско-католической развращённой женой. Поведствует слово о жене, которая была упояна кровью святых. Это 17 глава Откровения. Кровью свидетелей Господа Иисуса, тех самых свидетелей, которых сжигали на кострах и распинали на крестах, кроме мучеников за Иисуса Христа, текло ручьё. Первые мученики за Иисуса Христа они отдавали жизнь свою. Что сегодняшний день, дорогие братья и сёстры, предстоит и нам на сегодняшний день? Не думайте, что вот это классное, очень хорошее место в Америке царствуем. Но оно настанет очень великое гонение. И вот император Константин как бы становится христианином. Восторжествовали все христиане, радовались этому, думая, что преследования и гонения на них окончились. Они не понимали, что это являлось большим обманом. В связи с тем, что в то время народ не имел слова Божьего, этот народ был легко ввести в заблуждение. Впоследствии римско-католическая развращённая блудница стала действовать в большой силе. Эта церковь римская, эта блудница, она ввела в заблуждение все народы. Четвёртый зверь, о котором пишется в Даниила 7 главе. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвёртый, страшный, ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает, сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него». Зверь четвёртый, четвёртое царство будет на земле. Четвёртое царство, олицетворяющее ужасного зверя. Это Рим. Рим покоряет Грецию в 168 году до рождения Христа, и передана была власть зверю. 13 главы. Дорогие братья и сёстры, оно и сегодняшний день действует на народ. повествует о том, как на голове у четвёртого ужасного зверя вырос маленький рог. Как этот, неудивительно, но Даниил, 7 глава и Откровение, 13 глава, очень схожи по описанию событиям, происходившим в них. Через эти главы объясняется сила всемогущего Бога. Власть этого мира возмечтает отменить праздничные времена и закон. Человек, описываемый в этих главах, желает поставить себя наравне с Богом и с дерзостью отменяет закон. Это и есть богохульство. Почему? Потому что Слово Божие убеждает нас в том, читаем 110-й Псалом, 7-й стих, «Дела рук Его истина и суд, все заповеди Его верны». Это печать Божья. Если на каком-то документе ставится печать, то написано, подписывают, верно, что это верно. Заповеди Божьи верны, дорогие друзья, братья и сёстры. Твёрдые навеки и веки основаны на истине и правоте. Эти заповеди Божьи, они основаны на истине и правоте. Даниила, 8-я глава, 19-й стих, и сказали, «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определённого времени». Дорогие друзья! Это определённое время на сегодняшний день настало, потому что, как Писание говорит в Откровении, «Освободи четырёх ангелов, которые на четырёх углах земли». Сегодняшний день Господь повелел, дал повеление, эти ангелы освободили. Эта беда охватила весь мир сегодняшний день. Весь мир охватила вот эта сегодняшний день беда. Ибо это относится к концу определённого времени. 20-й стих. «Овин, которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и Персидский, а козёлка сматый, царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый её царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою». Под конец же царств их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, в то время, когда отступники исполнят меру беззаконий своих. Это мы очень должны внимательны быть к этому. Сегодняшний день начался Содом и Гамора. Содом и Гамора настоящие – это не то, что какое-то. Дорогие друзья, если сегодняшний день нашим детям в школах предлагают стать мальчику девочкой, а девочке – мальчику, это, слушайте, это высшая мера беззаконий. Господь говорит во время Авраама, «Сойду я, посмотрю, так ли это?» И когда сошли ангелы, пришли в Содом, они увидели это беззаконие, эту всю нечистоту, которая сегодняшний день повторяется, повторяется, и это то же самое, что было тогда, оно настало и сегодняшний день. Поэтому мы должны быть особенно внимательны. Особенно внимательны. И укрепится сила Его, хотя и не Его сила, и Он будет производить удивительные опустошения, успевать и действовать, и губить сильных, и народ святых. Я не буду говорить сейчас, начинать говорить народ святых, кто такие, что. Это должно быть дальше, чтобы время укорачивать. И при уме Его и коварстве будет иметь успех в руке Его, и сердцем своим он превознес сердца, и среди мира погубит у многих, и против владыки владыкова станет, но будет сокрушенно не рукою. Данный текст из Писания относится к императору Константину, который назвал себя Константином. «До сего события прошло 300 лет от Иисуса Христа». 300 лет. Апостол Павел писал фессалоникийцам, 2 фессалоникийцам, 2 глава, с 3 стиха. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придёт, да коли не придёт прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Ибо тайна беззакония во время апостола Павла, ибо тайна беззакония уже в действии». Какая? Что произошло? Первая печать уже произошла. «Ибо тайна беззакония уже в действии, тогда уже была при апостолах, только не совершится до тех пор, пока не будет взято среды удерживающей теперь. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествии подействуют сатаны, будет со всякую силой, знамениями, чудесами ложными». Сегодня очень много бегают за чудесами, за всем, «но чтобы нам не попасть в эту беду, где проповедуется большая ложь. И со всяким неправедным обольщением погубяющих, так что они не приняли любви истины до своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждённы все, не веровавшие в истины, но возлюбившие неправду». Вселюбящий Бог, желая спасти нас, народ свой, предупреждает нас через своих пророков и апостолов, как римско-католическая блудница вместе с драконом решили убрать из закона вторую и четвёртую заповеди из закона. «Не производить себе кумиру, переменить день субботний на первый день недели. Что дракон задумал, то он и сделал, чтобы весь мир поклонился нечистой блуднице, той самой, которая вином блудодеяния, то есть обманом лестью напаяет все народы, принявши вместо субботы первый день недели, принимают первую печать зверя». Их три печати. Как их есть три зверя, так и три печати. Кто на сегодняшний день заметил и увидел, когда она была переменённа? Никто. Я многих спрашиваю. Даже наш народ, который соблюдает заповеди Божии, немногие, очень немногие могут ответить. Но когда исследующее священное Писание, оно предупредило через Даниила за много лет до Иисуса Христа, и оно сегодняшний день предупреждает нас. Оно предупреждает нас, дорогие дети, братья и сёстры, не бегите за чудесами, не бегите туда, где не проповедуется Слово Божие чисто и неукоризненно. Не смотрите на то, что там... Я был сам увлечён этим. Когда я увидел своё падение, что я стал падать, когда я увидел, думаю, и Дух Святой, и пророчество, и всё есть. Вот. И я начал, как сказать, наклоняться и смотреть. Но когда обратился я к Слову Божьему, когда я начал исследовать Писание, то Господь мне открыл. Я вот это читаю, я всё вот это записал, вот эти маленькие комментарии небольшие, это всё я записывал. Это не от кого-то, не кто-то мне сказал это, но это давал Господь разум. И я вот это вот всё записывал. Да поможет нам Господь, чтобы нам не отступить от этих заповедей. Откровение, 12 глава. «И пустил змей из пасти своей след жены в воду, как реку, дабы увлечь её рукою. Но земля помогла жене, но народы помогли жене. И разверзла земля уста свои, народы открыли уста свои и поглотили реку, которую пустил дракон, и спаси своей. Это учение дракона поглотили и забыли обо всём. И рассверепел дракон на жену. И пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Свидетельство Иисуса Христа, 17 глава Откровения, это есть Дух Святой. С этим народом зверь ведёт очень-очень большую и тяжкую войну. Да поможет нам Господь. Мы подошли к 13 главе Откровения. Вот. Теперь на следующий раз, если Бог даст, будем разбирать и читать 13 главу Откровения, продолжая вторая печать и третья печать, которая будет наложена этим зверям. Да поможет нам Господь, особенно молодёжь. Я вас прошу во имя Иисуса Христа, Господа нашего, обратитесь к Слову Божьему, обратитесь, читайте его, оставьте вот эти игрушки свои в руках, вот, оставьте их, они не принесут пользы. Слово Божье, которое мы читаем, оно живо, действено, оно проникает до разделения души, составов и мозгов, судит все намерения и помышления человеческие. Слово Божье. Оно меня наставило, оно мной управляет. Я хочу, чтобы вами Слово Божье управляло. В Йом вы найдёте всё для жизни, всё, что вам нужно, вы найдёте для своей жизни и спасения. Да благословит нас Господь, Ему да будет слава в веки. Аминь.